В летнее время санитарным врачам не до отдыха. На их попечении оказалось 1090 оздоровительных учреждений всех типов, в которых за сезон должны отдохнуть более 75 тысяч детей. Уже отработано 908, то есть закончили свою работу, 908 оздоровительных учреждений. Закончили они успешно, все дети отдохнули, набрались сил. Но это не значит, что в летних оздоровительных учреждениях у нас все хорошо. Мы провели 820 проверок. То есть практически каждое оздоровительное учреждение, которое работало, было под нашим надзором. Было выявлено около 1400 нарушений. Это то, что мы зафиксировали при проведении надзорных мероприятий. Мы исследовали 3853 пробы. Всего, что можно исследовать при проведении летнего отдыха. 3853 пробы. 65 из них не отвечали геническим нормативам. Это 1,7%. Ситуация с обеспечением детских оздоровительных учреждений питьевой водой в целом по области благополучная. Лишь 8 из них были выявлены отклонения от строгих санитарных норм и был организован завоз бутилированной воды в необходимых объемах. А вот с качеством продуктов питания, которые поставлялись в летние лагеря, проблем больше. То, что касается готовой продукции. 1055 проб готовых блюд по санитарно-химическим показателям и 4 только не соответствовали геническим нормативам. Из 1055 проб по санитарно-химическим показателям и физико-химическим показателям. Значит, какие это пробы? Это в городе Воронеже, в СДЮСШОР, номер 18, есть такой лагерь. Значит, молоко сгущенное, изготовитель ООО «Адаман-Д», город Лиски. Массовая доля влаги, сахароз завышена, массовая доля сухого молочного остатка, жира, белка занижена. Масло-сливочное, изготовитель ООО «Эртиль-Молоко», несоответствие по жирно-кислотному составу. И в двух пришкольных лагерях Ольховатского района масло-сливочное, с разной датой изготовления. Это изготовитель ООО «Молком», Московская область, город Щелково. Значит, по всем неудовлетворительным анализам были составлены протоколы за нарушение требований технических регламентов. Вот, то, что касается производителей Московской области, туда направлена соответствующая информация для проведения расследований в отношении производителей. Ну, соответственно, и в отношении наших производителей тоже соответствующие меры приняты. На калорийность, что тоже очень важно, 707 проб, 22 из них не соответствовали, 3,1%. Значит, что такое калорийность? Обычно это недовложение, да, чего-то. В результате дети не получают белки, жиры, углеводы в том количестве, которое необходимо. Значит, по всем данным фактам, во-первых, приняты меры по соответствии с Кодексом административных правонарушений. И материалы, а это в основном районы области Анинск, Киртильский, Воробьевский, Катемировский, Репьевский районы, значит, направлены в органы прокуратуры для проведения соответствующих протоколальных мероприятий. Продолжение следует...